Миксером рабочие размешивают шпаклевку. Затем густую вязкую массу наносят на стену. Когда завершится отделка, здесь расположится регистратура и гардероб для пациентов. Это здание – строящийся корпус республиканского онкологического диспансера в Уфе. Этот корпус у нас восьмиэтажный, пристройка к хирургическому корпусу. Три первых этажа будут занимать поликлиника с диагностическими отделениями, а верхние пять этажей будут занимать хирургические отделения. В новом корпусе разместятся палаты на 240 коек, а поликлиника сможет принимать 450 пациентов в смену. Весь проект вместе с оборудованием оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Что он нам дает? Он нам дает возможность разгрузить наше приемно-диагностическое отделение, наше поликлиническое отделение, которое расположено сейчас на первом этаже, в приспособленном здании, с недостаточной пропускной способностью, с недостаточным количеством кабинетов. Проверить ход строительства приехал вице-премьер Башкирии Андрей Назаров. Работы планировалось завершить к 8 марта, но подрядчик просят перенести сроки. Мы с вами, как вы взрослые люди, вы каждый отвечаете за то, что делаете. Вы подряд выигрываете, знаете, на что идете. Наши специалисты знают, кого контролируют график, контроль, держат график на контроле. Поэтому я не знаю, оснований для переноса не вижу. Из этого исходим. Осталось месяц-три дня. Осмотрев несколько этажей здания, стороны все же смогли договориться. Башкирия к Международному женскому дню подарка не получат. Подрядчик обещал завершить корпус до конца марта. Практически с начала лета он будет работать в полном режиме. Договорились, что в тестовом режиме, по сути, апрель-май. Это тестовый режим для того, чтобы медицинский персонал смог уже, в общем-то, научиться работать. Что действительно уже работает, так это новый бассейн в Инорсе. Он расположился на бульваре Тухвата-Янаби. Его строительство обошлось 150 миллионов рублей. Этот бассейн открывается прежде всего для детишек микрорайона Инорс, потому что главой республики у нас поставлена задача по всеобучу, именно по плаванию. И здесь будут заниматься, учиться плаванию детишки наших первых четвертых классов. Сегодня микрорайон Инорс, 10 школ, у которых будет вот такая возможность. Прийти поплавать сюда могут и взрослые. Кроме того, для всех посетителей работает тренажерный зал. Спортивный центр может принимать более 700 человек в сутки. Открыла бассейн четверка юных пловцов. Они преодолели 100 метровку. Опробовать новое спортивное сооружение решил и министр спорта Башкирия. Руслан Тагирович, как вам водичка? Знаете, вода пить можно. Настолько система водоочистки. Это самое главное, на самом деле, для того, чтобы здесь дети прежде всего оздоровление получали. И на самом деле бассейн очень такой комфортный. Вода комфортная. Вообще не хочется из бассейна выходить. Вот. Поэтому всех приглашаю в Инорс плавать в этом замечательном спортивном бассейне. Спорт станет доступнее и для жителей других микрорайонов. По словам мэра Уфы, в будущем такой же бассейн будет построен в Шакше. Сейчас там есть только ледовая арена Юлаевец. Плавательный бассейн, торнажерные ванны, спортивные залы, которые не очень дорогие, не масштабные, а максимум приближенные к месту жительства. Вот такие объекты, типовые проекты будем разрабатывать и перспективы будем их построить. Бассейн в Инорсе будет одним из 16, которые построят в Башкирии. Их возведут до 2024 года. Рустам Нурешев, Анастасия Никишина, Городской телеканал ИТВ.